Новое предприятие займется производством гранулированного карбамида. Это самое востребованное удобрение в сельском хозяйстве. На него приходится более 70% всего мирового потребления. Ожидается, что предприятие будет платить в консолидированный бюджет серьезные налоговые отчисления. По оценке экспертов, не менее 1 миллиарда рублей в год. Кроме того, появятся новые рабочие места, что очень важно для Тольятти. Ожидается, что совместное предприятие выпустит первый продукт к 2020 году. Создание нового производства на площадке Куйбышев Азота обеспечит приток в регион значительных инвестиций – около 11 миллиардов рублей. Этот проект, он и по производительности, по объемам, но на самом деле очень нужен. Нужен стране. Это и импортозамещение, это и экспортные возможности дополнительного Куйбышев Азота. Ну и для наших аграриев это, в общем, современный карбамид, который экологически позволяет получать продукт абсолютно чистый и не окислять землю, что очень важно, потому что кислая земля не дает того результата, который в итоге вкладывает агрария в нее. И здесь очень много составляющих важных не только, условно, для завода, для бюджета области и так далее. Это в том числе и для отрасли сельского хозяйства очень важные потом будут составляющие их эффективности. На базе Куйбышев Азот за последние три года было запущено три совместных производства с участием иностранного капитала. В стадии завершения находится еще один проект. Итальянская компания – один из мировых лидеров по строительству заводов в сфере газа и нефтепереработки, нефтехимии и удобрений. Только в прошлом году выручка компании составила 2 миллиарда 400 миллионов евро. В основу нашего решения были положены три основные причины. Первая – деловая репутация партнера, Куйбышев Азот, его ресурсы и опыт. Вторая – потенциал региона по потреблению удобрений. И третья – наличие природных ресурсов. Глава региона отметил, Куйбышев Азот заблюдает самые современные требования в области менеджмента и технологий и пообещал оказать всю необходимую поддержку, чтобы новый проект был реализован в заявленные сроки. Марина Кравцова, Виктория Шаре. События.